всем здравствуйте друзья мои сегодня у нас на канале шашлык идем мы за углем сходим и у нас не хватает шампуров как обычно помните мы дом вам показывали котором бабулька жаловались что у них провода постоянно отрывает капитальный ремонт снег с крыши металлическая крыша снег с крыши съезжает обрывает провода электриком звоним у вас должна быть управляющая компания у вас должны это огребать крышу когда написано что 5 лет крыша гарантия не имеет права лазить туда на крышу ладно оборвала провода на второе семнадцатом году значит у нас два раза по моему падал с ней тоже сама опять оборвала провода и снегозадержатель прошу вот на 18 году мне это у нас снегозадержатель оборвала снегозадержатель вырвала с корнем там дыра в эту дыру опять дожди шли бежит теперь снег это сама я Куда только я не обращалась, мы не знаем еще. Управляющей компании не было, в администрации никого не было. Куда идти? Везде уж мы... Сейчас я вам этот дом покажу, опять проблема. Когда просили, обозначите данный дом. На этот дом мне постоянно, Леша, жалобы идут, что у них снегом отрывает. Что ты? Нам, в общем, пацаны, до скандала дошел начальник РЭСа, запретил снимать. На каких основаниях кто нам разрешил запрещать? На тех основаниях, что на кого снимают, спрашивать разрешение. Я на улице нахожусь. Снимайте улицу. Снимайте улицу. Что, ребята? Вот она, видите? Снег пошел, оборвало. Не, не, вы что, работать? Я ведь вам не мешаю. Ты запрещать дома будешь, когда к тебе приду? Понимаешь? А здесь я, у себя, во-первых, дома. Во-вторых, я в общественном месте нахожусь. И могу снимать, что хочу, кого скачу. И все. Мы на ты еще не переходили. Ну, я перешел. Ну. А я нет. Вот такие дела. Ладно, идем дальше. Все ошибка умная стали. Пойдем, блядь. А? Я думал, это еще местные жители выступают. Ладно, мы еще. Тут еще при исполнении, блядь. Еще запрещают мне снимать, блядь. Ой, Юлька, тут опять свет у нас был. Проблемный дом, помните, который мы показывали? Он так случилось. Не знаю, как показать там, чтоб меня не бликовало. В общем, отрывают провода постоянно. Проблему исправлять электрики, я так понял, не хотят. И чтоб их там не вздрючили. Он говорит, убирай камеру и все. И еще в таком тоне, что как будто я ему что-то обязан. Я еще думал сначала, что это местный житель там какой-то выпишет. Выступает-то мне. А тут, оказывается, начальник при исполнении приехал еще. Пальцы гнет. Это превышение служебного полномочия, мне кажется. Так, наверное. А на камеру так что-то сразу же стал такой вежливый. Относительно. Так, мы идем сегодня куда. Это. Что, сначала пообедам или куда? Сейчас мы позавтракаем сначала. Потом по делам. В баре музыка орет. Сходили чайку попили, чебурек съели. Сережи кота нету. Я знаю, где-то гуляет походу. Сейчас мы идем в хозяйственный магазин. У меня шампулов не хватает. Мяса что-то много я сделал. Вот за два. Присезд-то неохота. Сразу же, вы сразу же насадите. И все, здорово, пацаны. Сейчас посмотрим, есть ли у них. Шампура. Угли возьмем. Еще надо овощей сюда идти взять. Здравствуйте. И пойдем шашлык готовить. Шашлык, наверное, был на большом мангале. Маленький. Переносной оставим в покое. Так у нас шампура двух видов. С вырезом он будет плоские. Я взял с вырезом, потому что на них мясо не крутится. Очень удобненько. Сейчас возьмем уголь еще и розжиг. Так. Взяли мы три килограмма угля. Три шампура в магазине может было не видно. Вот я такие взял с вырезами, потому что там плоские есть. Они... Мясо на них крутится. У нас не хватает там. Я не знаю, штуки две взяли с запасом. На тебя доелись. Продуктов еще взяли. Помидорчиков. Прикусочку. И все. Идем. Мангал растапливать, наверное. Неспешно сейчас сделаем. Шашлык сегодня у нас. Шашлык из свинины. Из говядины я не люблю. Шашлыки жестковаты. Но не умею замачивать. В принципе, если правильно мясо приготовлено, любое. Хоть лягушачье можно есть. Ну, по старинке свинина. Все-таки она более... О, Макар идет. Между прочим, Макар мне отдал 50 рублей сегодня только. Помните, я ему тогда отдавал в долг. Все, никак не мог отдать. Так, дай я камеру выключу. Что-то не знаю, видно меня, не видно. Раскладываю... Повыше сделаю палочку. Раскладываю, в общем, мангал. Во дворе в ветрище гулят. Мы с этой стороны забора решили сделать. Мангал будет сегодня у нас большой. Специальный. Очень удобный, между прочим. Сто лет шажелков уже не ела. Знаете, мы, наверное, первый раз сделаем. Мясо тогда еще купил. Килограмм дофига. Во! Так, сейчас что, разжигаем, пускай нагорают угли. Пойдемте за корой, сходим в баню. Вспомнил, все просили баню показать. А я уже показывал, но в общем, банька такая. Где-то у меня еще делал переделывать. Наскальная живопись видим. Юлечка рисовала. Зимой баня не используется. Венички есть видим. Так, свет включим. Между прочим, эти лампы долго разгораются. И все. Здесь у меня моечное отделение. Вот эту печь будем переваривать нынче. Пошло, там она треснула кое-где. Бак на стене. Все обычно русская баня. Маленькая. Так, сполоснуться. В основном, часто не используем. Но все равно. Берем коры. Помните, я тогда летом заготавливал, показал. Вся. Вот такая банька. Небольшая у меня. Но... О, что-то капнуло. Вообще кайфовое. Кто в бане не мылся, не понять. Кайфа в бане. Она не обязательно должна быть шикарная. Там дорогущая, да? И можно из палатки баню сделать. И кайф получить. Ну что ты, Юлечка? Я готова. Пошли. Бери уголь, растапливать. У тебя не то ладно, здесь ветра нету. Там-то ветрища у нас сегодня, ребята. Вроде тепло. На, поснимаешь меня. Между прочим, в перчатках у тебя экран был тухнут, ты не будешь меня видеть. Если ничего... Так... Я одну сниму. Чего? Растапливаем средством для розжига. А, в баню придется идти за кочергой. Забыл я в бане кочергу взять. Я не пикнула? Пикнула все. Пикнула? Да. Да. Я чего-то не слышал. Розжиг. Розжиг? Что, обыкновенный сегодня купили. Не знаю, что будет. Показывать не будет. Они как учат, Юлечка, что пропитать на угли. Я пропитывал, у меня один хер ничего не горит. И якобы подождать надо, когда они пропитаются. А, на камеру говорить, тут звук будет плохой. Плюс у нас ветерище. Между прочим, тут у нас защита сегодня силиконовая. Не силиконовая, как она называется? Поролоновая. Угу. И... О, сейчас с корой, конечно, нормально все будет сразу. Я люблю с корой разжигать. Давай окрестности покажем еще. Что тут окрестности? Какая красота сегодня. Не поли поляну, а то приедут на хлебника. Давай, куча. Давай, шашлык. Ты целую зиму не очищал этот, да? Она уже растаяла, лишь сколько слоев выпало. Угу, можно посмотреть, да, как снег. Поджигаем? Вода. Чикает так. Углей побольше сегодня. Растопим, прогорит. Надо будет обдувало еще принести. Мяса сегодня много, будет целый мангал у нас, походу. Так, где у меня спички-то? Спички вот здесь. Вот. И все. Ладно, сейчас мы растопим. Все покажем, тогда все прогорит. Наши волшебные столики, сколько раз меня выручали они. Вообще, для пикников в самый раз. Очень удобно. Надо было маленький принесить, надо, да? Зачем мы его в снег лоткнем? Вот сюда поставим белопата. Все. И что, он маленький? Зато мы на него сейчас все положим. Так, не так. Вот так. Что, ссылку на стол оставим? Можно. Если не знаю, если ребят найду. Это мне на рекламу тогда присылали на обзор. Остались у меня столы два. Есть большой, есть маленький. Вот этот побольше. Так, Юлечка, давай вот мы. Вот и все. Пожалуйста, сюда неси шашлык сейчас, шампура. Доску будем массаживать, тряпочку возьми, руки вытирать. А я пока здесь разжигаю. Мангальчик. Сегодня же у нас прощенное воскресенье, ребята. Всех... Всех прощаю, в общем, я сегодня. И меня тоже прощайте, если что не так. Так, сейчас у нас полчасика это все погорит и нормально будет. С камерой. Сегодня же прощенное воскресенье. Прости меня, Юлечка. Прощаюсь. За грехи мои тяжкие. У тебя есть грехи? Конечно. Вот у нас тут поляна обосновывается. Здесь мангальчик. Замечательно. Идем дальше. Все, я снимаю. Скоро уже почти готово там. Угли белеют. Мясо у нас целое дофига. Куски опять большие сегодня будут. Да. Ну, где-то помельче положу уже. Мясо у нас не шейна, а свинина там, голень или бедро, не знаю, замачивалась всю ночь. Замачивалась в этом. В кефире. Кефир был просрочен. Пить неохота было. Думаю, дай в мясо его сделаю. Юлечка, конечно, брезгует. Она мясо не ест. А я люблю. Сегодня мясо будет еще с прослойками сала. Ой, вообще классно. По сколько было насаживать? По три или по четыре? Давай сначала по три, если что потом сделаем. Большие куски так получились. Есть большие и там есть поменьше. Они разные. Где-то были большие. Также будет лук. Одно отдельно мы его покоптим. В конце. Я специально колечками. Видишь, есть маленькие кусочки мяса. Ну, разное дело. Ладно. Сейчас мы все сделаем. Нормально будет. Готовьтесь там. Поляну пока накрывайте. Все у нас. Юль, покажи. Столько вот мяса будет. Покажи лук. Лук вот последним. Осталось еще два шампула. Сейчас что делаем? Мясо будет это. Салом. И чтобы не капало. Соли. В угли. Также делайте, чтобы сало потом не горело. Лайфхак это меня научили. Не знаю. Мне нравится. Всегда помогают. Но. Не забывайте потом угли высыпать. А то у вас, если вода упадет, может железо испортится. Ну и все. Выкладываем. Потихонечку начинаем готовить шашлык. Так, от вас, Юлечка, знаете, что надо будет? Водички мне принести, поливать. Потому что здесь рассола мало. Или даже знаешь как, просто принеси мне воды. Я налью воды вот сюда, в рассол, и отсюда буду поливать. Угу. Все. Все. Начинается процесс жарки. Дай-ка покажу. Твои. Изыски. Шашлочки. Сало горит. Я сделал специально побольше сала. Потому что шея всегда без сала. Я люблю, чтобы мясо было с салом. Жареное сало. Дыма много. Все дымит. Соль даже не спасает. Все равно подгорает. Приходится поливать часто. Вещь. Вот здесь много сала. Видите? Почернело. Подгорится. Но это все легко убираться. Чиститься ножиком. Раз-раз угольки убираются с сала. Все нормально. Процесс идет. Жару дофига. Хо-хо-хо. Все. Продолжаем. Все, мясо готово у нас. Сало подгорело, зараза. Жару, мамы, не горюй. А так все хорошо. Ну-ка, давай попробуем. Горячо. Ммм. Вещь. Сейчас мы лук еще, пускай у нас потомится. Тоже в мясо бросим и все. И готово. Пойдем есть. Вкусно? Угу. Угу. Немножко сало подгорело у нас. Надо было подождать. Угу. Ну это знаешь из-за чего говорят? У меня подсказали, что дырок много. Сильная тяга идет, из-за этого жар большой. Говорит, убавь дырочки. И тогда нормально будет. Заварить надо. Из-за этого подгорают чуть-чуть. Все. Мы сейчас лук дожариваем и идем трапезничать. Может еще что-нибудь пока уже нет. Убьемся. 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 Убийемся. Убийся. Убийс.